снова всем привет сегодня в своем видео я хочу раскрыть очень актуальную тему а именно какие страны на данный момент открывают свои границы и с какими целями можно поехать на территорию европы на данный момент границы европы закрыты с целью туризма да и все те у кого есть имеются на руках визы типа c они просто не имеют возможности воспользоваться этой визы и несмотря на то что она есть въехать на территорию европы к сожалению невозможно но в каждом конкретном случае есть на свои особенности на данный момент если мы будем обобщать европу да и все европейские страны то мы можем говорить о том что в каждой конкретной стране есть свои основания так вот большинство стран все-таки разрешает въезд по визе типа c но для этого у вас должны быть веские подкрепленные основания с какими все таки же целями вы едете одной из таких целей является бизнес-конференция например это может быть как бизнес-конференция или просто бизнес-организация которая приглашает вас для проведения на какой-то встречи для того чтобы либо запросить новую визу либо въехать на территорию евросоюза уже имеющиеся визы визой вам потребуется доказательство целей вашего посещения да то есть принимающая сторона должна будет приготовить соответствующие документы как правило это договора договора вашего сотрудничества но и соответственно пригласительные документы с этими документами вы можете податься в визовый центр и получить въездную визу также хочу сказать о том что делает всевозможные поблажки посольства греции да для граждан российской федерации и на данный момент ведет прием заявок на туристические визы да то можно выехать на территорию в греции с целью туризма здесь есть тоже определенные особенности то есть вам обязательно нужно иметь на руках выкупленные билеты и четкий маршрут вашей поездки страховой медицинский полюс и достаточное количество денежных средств для того чтобы спонсировать собственную поездку если мы говорим про германию то германия тоже открывает свои границы для тех кто едет с бизнес целями или же с целями на лечение если быть более конкретным да то есть просто справки от врача будет недостаточно ваше лечение должно быть очень четко аргументировано что получить лечение в своей стране не предоставляется возможным также хочу заметить что италия также она дает возможность приехать по бизнес визе греция тоже открывает такие возможности что касается других посольств европейских стран а везде есть свои требования до в большинстве случаев даже на сайтах посольств можно найти какие-то бланки до которые должна заполнить принимающая страна для того чтобы у вас была возможность въезда это если мы говорим про визы типа c если мы перейдем к национальным визам типа d то здесь ситуация с одной стороны немного проще с другой стороны немного сложнее поскольку въехать по визе типа d это вполне реально но для этого вам потребуется работодатель до который приглашает вы едете с целью работы то есть рабочий контракт разрешение на работу либо вы едете с целью поступления вуз и конечно вуз должен подготовить все необходимые документы о том что вы зачислены в это учебное заведение то есть для студентов границы все еще остаются открытыми здесь очень важный момент относительно студентов что большинство европейских вузов принимает студентов только с наличием языкового сертификата или как минимум просто знание того языка на котором вы будете обучаться не все студенты к сожалению владеют иностранным языком для того чтобы там либо сдать экзамены либо просто поступить в вуз и здесь открывается такая возможность поехать на языковые курсы с целью обучения языку и в последующем поступлении в высшие учебные заведения или даже колледж многие посольства делают такую пометку что те курсы на которые едет студент они должны быть обязательно прикреплены к тому учебному заведению где вы в последующем будете обучаться но в любом случае такие нюансы необходимо уточнять в посольстве информация меняется практически каждую неделю до и перед оформлением определенного пакета документа необходимо делать письменные запросы для уточнения информации это что касается европы да то есть основные направления это бизнес обучение работа да то есть это те направления как по которым граждане как российской федерации так и других странах снг могут выезжать далее сейчас я вам хочу зачитать перечень тех стран которые открыли границы для граждан российской федерации вы можете спокойно туда поехать значит это у нас албания бразилия колумбия коста-рика доминиканская республика гаити мексика сербия танзания турция черногория юар а это еще не все страны также сюда мы отнесем азия европа северная америка южная америка и африка донут те страны которые может быть реже пользуются спросом но тем не менее есть возможность поехать да опять же все зависит от того какие цели вы преследуете если вы хотите просто отдохнуть то в принципе на данный момент есть такая возможность есть и страны которые все-таки приглашают своих туристов но если вы преследуете такие цели как я уже упомянула это лечение это бизнес это обучение или работа да то есть здесь каждая ситуация индивидуальна поэтому если у вас возникают какие-то вопросы оставляется заявку на нашем сайте мы обязательно с вами свяжемся ответим на ваши вопросы предварительно вам нужно будет обязательно заполнить анкету где вы укажете конкретные данные исходя из которых мы сможем сделать вывод какой конкретно способ переезда или въезда в ту или иную страну мы можем вам рекомендовать поэтому еще раз спасибо за просмотр этого видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите ваши комментарии но мы с вами увидимся в новых видео всем пока